Октябрь 41-го. Войска вермахта продвинулись вглубь СССР на 800, а где-то и на 1000 километров. Красная армия оставила Минск, Киев, Одессу, Смоленск и готовилась к битве за Москву. Враг наступал столь стремительно, что советское руководство стало разрабатывать план отступления в случае сдачи столицы. Частью этого плана и был Казанский обвод. Оборонительная линия начиналась прямо у берега Волги и тянулась вдоль Кайбец, Опастова и Тетюш. Она представляла собой глубокий противотанковый ров в несколько метров. По всей его длине были оборудованы более 400 огневых позиций, блиндажей и окопов. Историки посчитали, за время работы труженики вынули 6,5 миллионов кубов земли. Это 325 тысяч КАМАЗов. Было построено колоссальное инженерное сооружение протяженностью 331 километра. Максимальная численность задействованных на этом строительстве была зафиксирована в середине декабря 1941 года. Это было 107 тысяч человек. Строительство Казанского обвода говорит о том, что Казань заслуживает в полной степени, в полной мере звания года до воинской славы. Копали на протяжении 4 месяцев. К тому времени земля успела промерзнуть на полтора метра. Из инструментов только лопата до кирка. На сооружение обвода отправляли колхозников, заводских рабочих, преподавателей и студентов вузов. Три четверти от мобилизованных составляли женщины. Объем работ колоссальный, а людей не хватало. Поэтому в ноябре даже вышел приказ о привлечении к процессу старшеклассников. В скором времени в АПКОМ стали поступать многочисленные жалобы от родителей с требованием вернуть их детей обратно за парты. Вот, например, что пишет группа родителей учеников 11-й школы Казани. Детей используют исключительно на тяжелой физической работе. К тому же всего лишь за месяц у всех из них сносилась обувь. А выслать новые у нас нет никакой возможности. К счастью, 300-километровая оборонительная линия не понадобилась. В 41-м Москву отстояли, после чего немецкие войска повернули на юг, в сторону Харькова и Сталинграда. В наши дни от обвода осталась только небольшая часть в Тетюшском районе, как напоминание о тех страшных годах. Любимый город может спать спокойно и видеть сны и зеленеть среди весны.